Оперативные службы и службы ЖКХ работали в новогодние праздники в непростых погодных условиях. В начале праздника в Тверскую область пришли аномальные морозы. Глава региона Игорь Руденя в начале первого в этом году заседания правительства отметил, что специалисты ответственных служб при возникновении технологических нарушений сработали своевременно. Новый 2024 год в Центральном федеральном округе стартовал с аномальных морозов. В том числе и в Тверской области столбики термометров в некоторых районах опускались до минус 30 градусов и ниже. Предупреждение вынесли и экстренные службы. В каникулы у нас были, конечно, такие очень морозные температуры воздуха. В основном в восточных районах, северо-восточных, практически каждый день за 30 было. Было очень холодно. Среднесуточная температура была ниже нормы аж чуть ли не на 20 градусов. В таких непростых погонных условиях в некоторых муниципалитетах были зафиксированы технологические нарушения на коммунальных и электросетях. На заседании правительство, подводя итоги прохождения периода новогодних каникул в Тверской области, глава региона поблагодарил специалистов оперативных служб, которые работали в праздничные дни. Сотрудников МЧС, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, правоохранительных органов, учреждения с круглосуточным пребыванием граждан. Только начало зимы, второй месяц. Нам еще надо с вами пройти и февраль, и март. Мы понимаем, что погода очень непростая. Еще только первая неделя января. Но все службы работают очень компетентно, грамотно. Все находятся на рабочих местах. Техника есть. Важно, что аварии устраняются в нормативные сроки. На протяжении многих лет ведется работа, направленная на увеличение количества резервного оборудования, генераторов автономных точек питания. Губернатор отметил, что важно это направление продолжить и в текущем году. Также Игорь Рудене поручил органам, государственным властям, муниципальным властям усилить работу по профилактике происшествий с детьми и предупреждению пожаров. В том числе продолжить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей. В прошедшие выходные такие устройства спасли жизни нескольких семей. Они успели своевременно выйти из домов при возгорании.